Омна, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяц. Что вас ожидает? Первая карта, мои дорогие, для вас — это Двятка мечей. Двятка мечей. Именно декабрь месяца, начало говорится вам о том, что вы должны осознать чего-то, то, что вы что-то неправильно в своей жизни делаете. У вас в начале декабря идёт осознание, то, что вы неправильно что-то делаете. То это вам, знаете, очень больно. Вам как бы приносит, знаете, такое чувство, что не то, что вы хотели. Следующая карта на начало месяца — это Десятка пентаклей. Десятка пентаклей, как говорится, то, что вы осознаёте, что, видимо, что-то, если в отношении вы что-то неправильно делаете, и вам больно из этого, или вот именно ваше благо, именно ваша работа, или какие-то вот именно рабочие моменты, где вам как бы вы понимаете, что это что-то неправильно идёт. То, что вы бы не хотели, это как бы чтобы у вас было. Следующая карта на начало месяца, мои дорогие, давайте посмотрим, это рыцарь пентаклей. А знаете, рыцарь пентаклей, вам говорится, то, что вы боитесь. У вас есть какие-то страхи. То, что у вас именно вот по поводу или отношений, или вот рабочие моменты, что вы что-то, ну, знаете, вы уже это сделали, и вот у вас уже осознание, что вы должны за это пополчиться, вы должны за это, знаете, ну, чётко понимать, что это вы сделали этот шаг неправильный, вы что-то, знаете, как бы, можете даже ваш контроль, вот именно ваше состояние, вот именно ваше это благо, вот как бы потерять в начале месяца. Давайте посмотрим в середине месяца, что вас ожидает, мои дорогие Овны. Десятка жезлов. Десятка жезлов и показы, то, что вы очень много ответственно берёте на себя. Вам тяжело. Если даже вы осознаёте, что вы тянете что-то, то, что, как бы, ну, это не ваше, не нужно это делать. Почему? Потому что вам больше тяжело. Вы не, как бы, вы не видите дороги вперёд. Вы не понимаете, как вам правильно что-то сделать. Давайте посмотрим следующая карта на середину. Это туз жезлов. Туз жезлов и показывает, мои дорогие, что даже то, что вам тяжело, даже вы стоите в какие-то, знаете, ваши страхи, вот это, высшие силы на середине уже говорятся, берите жезл в ваших руках. Вы люди, которые стремитесь, вы люди, которые, вы понимаете, что что-то вам нужно менять. Но это высшие силы даёт вам, чтобы вы уже начали вот в середине что-то менять в вашей жизни. Следующая карта на середине, мои дорогие, это карта пятёрка мечей. А почему у вас такое вот тяжёлое состояние идёт, вот тяжёлое то, что... Потому что вы, вот проблема вот в прошлом, вот какие-то ситуации, какие-то перемены ваши в жизни в прошлом, но вы их до сих пор тянете, вот именно вот как бы вот в декабрь месяц. Мои дорогие, здесь нужно, как говорится, даже вот карты, здесь нужно, знаете, вот то, чтобы вы начали работать на то, что вы, вот именно у вас есть очень много страхи, вот то, что вы, вот эти страхи приводят вот в такой состоянии, где вам как бы вот и больно. Следующая карта на конец месяца, семёрка кубков. Семёрка кубков и показывает то, что вы об этом думаете, то, что это вот состояние ваше, вот эти ситуации, эти прошлые. Но вы знаете, вот эти ваши фантазии, вот именно вот эта ваша неуверенность, вы живёте вот именно то, что если что-то случилось вот плохое, вот может, ну, повториться каждый раз такое. Нет, мои дорогие, вот здесь именно вам говорится, что вы должны брать вот жезл и решить вот эти проблемы. Следующая карта на конец месяца, паж мечей. А вы боретесь, вы боретесь за своё место подцов, вы борете за свою правду. Знаете, здесь говорится, да, нужно бороться за свою правду, но не нужно лезть в других, ну, других там, то, что вам кто-то подсказывает, и вы думаете, что это кто-то вот хочет вам что-то правду рассказать. Вы должны бороться вот именно за вашу правду, за своё, ваше место под солнцем, за свои, знаете, если хотите что-то поменять, или что-то менять даже работу, менять вот именно что-то в ваших отношениях. Вы должны понимать, да, случилось что-то в вашей жизни, но не нужно вот тянуть эти ситуации каждый раз в каждый месяц у вас. Давайте посмотрим, что вам высшая сила подсказывает. Ваш совет на конец месяца, какой совет вам высшая сила даёт? Суд. Эта карта суда говорит возрождение. Гореть дотла и возобновиться заново. Почему? Потому что здесь вы должны переходить вот эта ситуация в вашей жизни, чтобы начали что-то новое, чтобы вы осознали, что в вашей жизни вот перемены, которые они были, они в прошлом, и нужно что-то новое начать в вашей жизни. Мои дорогие, конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будут больше раскладов о Таро.